Бои на партизанской. Начать эту передачу хочу со заключения маленького дома, ставшего заложником больших перемен на рынке ЖКХ. В октябре прошлого года ЗАО ПТС-сервис, до того момента крупнейшая в Самаре управляющая компания, сбросила балласт, расторгала договоры с собственниками квартир, чтобы уже налегке выплывать из финансовой бездны, куда ее тянули внушительные долги. На прощание коммунальщики клялись выполнить все свои обязательства перед клиентами. Но вот слово сдержали не везде. Наглядный пример. Ровно год жители партизанской 102 не могут добиться того, на что по суду имеют право. Служители Фемиды обязали управляющую компанию поменять трубы на чердаке и отремонтировать крышу. Но с тех пор в квартирах пятого этажа много воды утекло. Вот видите что? Они обломятся, говорю. Эти вот трубы. Прогнили они там вон все. И будет серьезное дело. Потоп здесь давно не стихийное, а прогнозируемое бедствие. Случается каждое демисезонье. К этим разводам на потолке пенсионерка Марина Ледовских уже почти привыкла. А когда в ее квартире пылило в первый раз, женщина на нервной почве разбила инсульт. Это же не шутка. Был порядок дома. И вот такое вот случилось. По стенке прям шпарило. Тут это. Птица же помет. И запах был вообще ужас. Такая же неприглядная картина и у соседей. Разруха добралась и до подъезда. Вот это вот у нас давно трещина. Вот она прогнулась от влаги, потому что постоянно крыша течет. И она может рухнуть. Десять лет. Ну она была просто трещина. А сейчас плита, видите, прогнулась. Крыша у нас вся дырявая, небо видно. У меня свекор строил этот дом. Здесь никакая дрель не возьмет стены. Дом отличный. Просто надо следить за начинкой этого дома. Все в ужасном состоянии. И неудивительно, учитывая, что в Хрущевке 62-го года постройки капитального ремонта ни разу не было. Приход частного капитала на рынок ЖКХ порядка не добавил. Между жителями коммунальной конторы завязался бесконечный и бесплодный эпистолярный роман. Люди строчили жалобы, в ответ им слали отписки мелким почерком. Агресские бумаги. Там такой мелкий шрифт. Я под лупо читала. У нас что, напряженка с бумагой что ли в стране? Я говорю, ну какой человек? У нас пожилые все, говорю, живут люди. Как можно к дверей подойти и прочесть? Ну вы прочитали то, что они сделали? Соответственно, ничего там не соответствует. Говорю, ни разу за 50 лет трубы отопления не менялись. Вы принимаете, когда хлынет, будет поздно. Неужели нельзя гнилье поменять летом? Он, откуда вы знаете, что не меняете? Я говорю, еще бабушки все живы. Мы решили в суд подать. Бабушки еще все живы, живые свидетели. Из четырех соседок в суд на зал УПТС подали все жители пятого этажа. Одна так и не дождалась обещанного ремонта крыши, умерла. Ее ровесницы, пенсионерки тоже почти потеряли надежду. Потому и позвонили на телевидение. Мы так надеемся на вас, прямо очень надеемся. Вы не бросите нас. Вот я слышала о вашей компании, что она как-то доводит дела до конца. И вообще очень много хорошего о вашей компании слышала. Вот как-то решила обратиться. Внимательно изучаем квитанции. Выясняется, этот дом на Партизанской теперь обслуживает компания ЖКС. Как, впрочем, и большинство жилого фонда, что некогда было в отчиной ПТС. Но в новой конторе открещиваются от грехов предшественников. Почему мы должны являться правоприемликами? Они нас выбрали как новую управляющую компанию. Мы же их палками не загоняли к себе. Или под пистолетом уже не загоняли к нам. Нет. Люди выбрали на собрании нашу управляющую компанию. Мы сейчас обслуживаем. Да, мы хотим навести порядок. Если там 10 лет, как вы говорите, стекла вода людям на голову, но это не должно быть. Хорошо, что ЖКС это понимает и даже демонстрирует желание что-то поменять. По крайней мере, на мое предложение встретиться с жителями лицом к лицу, а заодно и на дырявый крышу посмотреть. Технический директор Константин Маевский откликается сразу. Я прекрасно доверяю вам, что там действительно так, как вы говорите. Но запросто съездить можно и посмотреть на эту кровь. В назначенный час во дворе на партизанской собираются десятки людей. Коммунальщики проявляют пунктуальность. Но светская беседа с самого начала не заладилась. Разговор начинается со взаимных упреков. Первый, второй подъезд, четвертый. Чище вашего. Чище вашего. А вы что меня ругать будете? Нет, нет, нет. Уборщица, где мы за нее платим? Посмотрите, какие стены. Ни разу не ремонтировалась за 20 лет. О чем речь-то? Я не пойму. Мы что, ругаться, что ли, пришли? Да, вы настроены сейчас. Нет, он пришел, наш отчитывает подъезд. Это вообще смешно. Чтобы было как более-менее нормально, то давайте поговорим. Мы не на что не настроены. Есть решение суда, пожалуйста, ремонтируйте крышу. В отношении чего? В отношении крыши дырявой. Вот уже КС и нету решения суда. Мы дела принимали? Мы дома приняли, а дела мы не принимали. А надо принимать. Мы не принимали отчет. Мы пришли, мы являемся правоприемниками этой компании. Вы берете рухлядь и нам объясняете, что вы ни за что не отвечаете. Что значит, мы обслуживаем ваш дом. Эмоции зашкаливают. Масло в огонь добавляет заявление сотрудников ЖКС, что о бедах Хрущевки они слышат впервые. У меня лежит заявление у начальника. Заявление в этом сказали. У нас нет телескопички или чего. Вот по весне мы придем, даже вот труба. Все с чердака течет. Вот начальник ЖЭО. Где у него заявление? У него же заявление лежит 24 февраля. Оставили. Он не принимал в этот день. Несмотря на то, что был приемный день, его не было. Мы оставили заявление и ушли. ЖЭО оставили заявление. Можете копию дать? Давайте не будем это. Да Юра, новая управляющая компания, говорят эксперты, действительно не обязана отчитываться за недоработки предшественников. Но по-человечески это в корне неправильно. Ведь жители-то не виноваты во всей этой коммунальной чехарде. И по-хорошему, вместе с технической документацией домов, новые управленцы должны получать и весь архив заявок от собственников. Говорит Виктор Часовских. Но пока такой практики нет. Хотя это неправильно. Потому что люди обращались, они знают, что они обратились и ждут какой-то ответной реакции. Но пришла новая управляющая компания, и все приходится начинать с нуля. Это, наверное, неправильно. И я думаю, что вот это вот есть смысл, вот эту вот тему дальше развивать. И какой-то механизм передачи вот этих домов, когда происходит от одной управляющей компании к другой, значит, вот этот механизм сохранить. Чтобы все те обращения жителей, которые были в предыдущую компанию, они перешли уже к новой компании. Чтобы она начинала не с чистого листа, а уже с тем грузом проблем, которые есть реально на доме. По большому счету, они должны сегодня ЖКС по этой договоренности выполнить все те работы, которые запланированы были за ОПТС. Этот существенный нюанс обязательно учтут при разработке типового договора с управляющими компаниями, рассказывает Виктор Чусовских, один из разработчиков документа, который ГУБДУМа должна подготовить к лету. При этом эксперт советует жителям партизанское 102 довести до конца и историю с ПТС, раз уж дело выиграно. Но на то, что судебное решение не исполняется, это большой вопрос к приставам. Впрочем, последние заверили меня, что делают все возможное. Задежда ПТС, в каком виде бы они сейчас не существовали? За ОПТС однозначно это решение суда уже не исполнится, и с тем, что его просто не существует, будет исполняться организация правоприемник. Судебным приставом в настоящий момент принимаются меры для установления правоприемника в установленном законном порядке, то есть подано исковое заявление в суд о замене стороны исполнительного производства. После проведения процедуры правоприемства будет установлен новый должник, и думаю, что в разумные сроки мы закончим. Разумные сроки могут растянуться на месяцы, а крыша на партизанское требует скорой помощи уже сейчас. То, что она в плачевном состоянии, представители ЖКС все же признают, хоть и с оговорками. Обследование начинаем с чердака. Кое-что и кое-как предшественники здесь все же залатали. Я сервис делал, да. А вот видите, а люди кричат, что ничего не делали. Уже меньше затрат будет у вас. Мы были вот там в пятницу или в четверг на крыше. Правда, частично заменена, частично. Это стечет, с чего может течет? Да, могут примыкания не держать. Шифер вот даже вот на это, на прострел смотрим. Вон новый шифер, старый шифер. Здесь есть проблемы, я вижу эти проблемы, я вижу. Конечно, как бы недовольство людей, я понимаю тоже, что сейчас вот кричат на улице, что 60 лет никто не делал. Но мы не отвечаем за 60 лет. Все это от вас зависит, а. Одни кричат, давайте стояки менять, другие кричат, давайте кровлю делать. Ну вы примите, мы готовы. Все, что вы скажете, мы это сделаем. Понятно, что заплатки серьезного испытания временем и непогодой не выдержат. Здесь проблему нужно решать кардинально. У Хрущевки на Партизанской такой шанс есть. В этом году здесь запланирован капитальный ремонт. Деньги выделяет региональный оператор. При этом взносы жители Самарской области начнут платить только осенью. А значит, этой пятиэтажке сделают все авансом. Но есть существенная деталь. Жители должны определить, что именно здесь нужно ремонтировать в первую очередь. У вас два, чтобы понять, два источника. Это капитальный ремонт, к которому мы вообще никакого отношения не имеем. И второе, это текущий ремонт. Здесь разговор наш, к чему подвелся. Нам сейчас нужно провести собрание, поднять вопрос. Какое количество собственников должно расписаться в документе. Давайте тогда соберем, заполним тогда уже. У нас смысл сейчас ругаться и спросить. Чем быстрее они проведут собрание, тем быстрее проведутся торги, тем быстрее. Так, привет. Мы прямо сейчас собрание проведем. Что будем ремонтировать? По-хорошему на этот вопрос нужно было ответить еще до Нового года. Сейчас времени на принятие решения осталось крайне мало. Лето в средней полосе короткое, пролетит незаметно. А проблемы на партизанской не исчерпывают с одной крышей. Красноречивые кадры из подвала. Здесь трубы полностью прогнили. Вот, идите сюда. Гнили одна. И в четвертом подъезде, и здесь. Все завалили, там сыр течет, все. А там вода стоит. А там с водой. Жители уверены, именно поэтому они замерзают. Зимой температура в квартирах первых этажей не поднималась выше 7 градусов. На входе было 57 градусов. И когда она шла через обратку, по-видимому, или обратка здесь не работает, было уже 34 градуса. И дальше наверх. Представляете, какой температурный режим? А до низа, что там доходило? Да ничего фактически. Начальник, когда со мной был, он сказал слесарю, ты, говорит, давление немножко прибавь, может быть, пробьет отопление, тепло-то, пройдет батарея. А он, да ты что, с ума сошел? Тогда, говорит, у нас все трубы полетят, все рассыпется. Вот разговор. И что ожидать тогда? Какого тепла? Результаты? Тут хоть куда ходить. Да мы согласны, что уже дом старый, нужно ремонтировать его капитально. Но вы тоже хотите от управляющей компании, чтобы мы пришли, и вам все сразу сделали, отремонтировать. Потому что мы пишем и нам обещают. Давайте, с чего будет управляющая компания это делать, а? Скажите, где брать деньги? Ответ на этот сакраментальный вопрос скрывается в строке «Текущий ремонт». За год жители этой пятиэтажки собирают порядка 200 тысяч рублей. Невеликие деньги. Но если их тратить с умом, можно постепенно все привести в порядок. Кстати, на днях управляющие компании получили дополнительные стимулы работать честно. Госдума приняла в первом чтении закон об их лицензировании. Коммунальным конторам предстоит существенная встряска. Новые, более жесткие правила игры на рынке ЖКХ заработают с сентября. Как очередная реформа скажется, на судьбе отдельно взятой хрущевки на партизанской покажет время. Ответят за экономию. Если жители партизанской 102 две зимы подряд замерзали из-за труб, что на Ладен дышит, то в домах, куда тепло поставляет компания Коммунэнерго, ледниковый период наступил совсем по иной причине. С концом отопительного сезона тема актуальности не потеряла, поскольку именно сейчас пытаются докопаться до сути случившегося. После чего и станет понятно, делаются ли ресурсники административным наказанием, либо речь будет идти уже об уголовном расследовании. Но обо всем по порядку. Жители сразу трех районов Самары в этом году мерзли в своих квартирах, хотя платили, что называется, по программе «Максимум». Комиссия установила, что это поставщик тепла. Компания Коммунэнерго экономила на комфорте и здоровье людей. Замеры показали, температура в батареях была на 20 градусов ниже нормы, 70 градусов вместо 90. Здесь, на Олимпийской 33, только недавно расстались с валенками. За всю зиму, рассказывая Сергея Кириченко, тепло было два дня. Все остальное время температура не поднималась выше 14 градусов. Сами видите, еле теплые батареи. Это вот в этой комнате. В той комнате, ну там беда, конечно. Наша Коммунэнерго вот так вот только деньги берут, сколько можно терпеть. Сергей Кириченко и не стал терпеть. Жаловался в прокуратуру, жилищную инспекцию, наконец-то звонил Садамера. В прямой эфир программы «Диалог с городом». Дмитрий Азаров согласился. Вопрос наболевший. Сергей Васильевич абсолютно прав. На 20 градусов в период морозов температура была ниже нормативной. Человек, вот этот руководитель компании, экономил в 30-градусные морозы, экономил на газе. То есть не на полную мощность котельные работали. Мы все сделаем, чтобы эти котельные вернуть в муниципальную собственность, чтобы эта компания не работала на рынке энергопоставок. После диалога в прямом эфире с мэром к Сергею Кириченко, пожалуй, целая делегация, чиновники, представители управляющей компании «Васка». Только от «Коммунэнерго» так никто и не пришел. По телефону ресурсники удивились. А они здесь при чем? В управляющую компанию обратитесь, пожалуйста. Дома обслуживают управляющие компании. Все проблемы от домов они решают, должны они решать. На рынок энергопоставок «Коммунэнерго» пришла, когда городом руководили предшественники нынешних властей. Котельные конторе передали на условиях долгосрочного договора аренды. Причем некоторые контракты были заключены буквально за 2-3 дня до выборов октября 2010-го. Сейчас эти соглашения мэрия пытается расторгнуть, если понадобятся в судебном порядке. Тем более, что компания, которая готова взять на себя обязательства «Коммунэнерго», есть. У нас на сегодняшний день подготовлено муниципальное предприятие, которое получило, отрегулировалось непосредственно у регулятора и получило тариф. Муниципальное предприятие «Жилсервис», которое готово взять на себя бремя ответственности по содержанию данного имущества. Поставить точку в затянувшемся конфликте городские власти планируют до начала следующего отопительного сезона. Конечно, простым этот процесс не будет. Вряд ли ресурсники захотят вот так просто расстаться с лакомым куском. Впрочем, кроме финансовых потерь, изматывающих арбитражных судов, «Коммунэнерго» могут грозить и более серьезные неприятности. Не исключено, что по итогам проверки ее проводят областную прокуратуру, может появиться уголовное дело. Так что продолжение у этой истории обещает быть не менее скандальным, чем завязка. Буду ждать подробностей. А на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.